МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стойте, стойте! Ты что, еще не прибил? А плакат где? Максим не принес. А, нашли кому поручать, Максиму. Эх, Максим, ну почему ты в летчики не пошел? Метан был на реактивных. Да предлагали мне и в летчики, и в артиллеристы. Ну все же не самостоятельные роды войск. Все же пехоту обслуживают. Точно! Где больше всего героев Советского Союза? Пехотник! Максим, выполнено. Никто не заметил? Никто. На ворота повесил. Молодец. Валюк, хлопцы. Мы Коле прицепили? Есть. Петру тоже? Ага. Шофер новый, который квартиру эту бабки Гарпины. Получил. Получил свое? Так. Андрею Бандури, Сереге и Тимоше. Ну, в ружье, давай. Все ржете. А мать сушиться повесила. А надпись тоже мать сделала. А это куры поклевали. Ты подумай, какие грамотные куры. Ничего не понимали. Вот сразу видно, что ты недавно в селе. Ну, как тебе растолковать? Вот у нас обычай такой. Вот, скажем, ты идешь свататься, а девчина тебя не любит. Не любит. Вот тебе его. Подносит тебе тыку, арбуза по-нашему. Отказывает, значит. А Маруся тебе прямо домой прислала. Никуда ты не пойдешь. Нет, пойду. Маруся, чего ты копаешься? Одевайся во всем... Не пусти язык, маршатый. Матери пречить. Я не посмотрю, что тебе такая здоровая вымахала. Вот возьму хворостину и выбью дурь из головы. Тоже нашла себе милого. Все село от него плачет. Да что ж ты наделал? Здравствуйте. Чтоб у тебя руки подстыхали. Чтоб у тебя пальцы поотваливались. Помер у меня, опустил разбойник. Да за такой букет пять рублей выторговать можно. Да не кричите. Не кричите. Вам же это заплатят. Кто заплатит? Ты червивый. Да голова колхоза заплатит. Ты с чем блехать будешь? Зачем в голове святить? Артистам. Артистам. Артисты в село приезжают. Артистам. Пускай свои ребят. Так не хватило послал по селу искать. Не хватило. По двадцать копеек за штуку платить будет. А вы еще деретесь. Заберите свой букет. В другом месте найдем и получше. А за оскорбление и побои перед судом ответите. Постой, Максим. А много артистов приедет? Человек тридцать. Тридцать. Максим. Лобчик мой славный. Ну, прости меня, дурную бабу. Не ходи больше никуда. Я ж пошутила. Винник ты, старый, почерга ты, блудливая. Назначили у начальника над колхозной пасекой, так я уж ему не пара стала. Да, помнись, Парасю, помнись. Ты бы внуков наших постыдился. Ты уже это, это ахальник какой-то подшутил. Пресеш, пресеш. Ну, скажи, кому ты ходил? Ты не ходил. Гиду, Гиду. Я даже Максим повесил. Я сама видела. Ах, Максим? Да вон, вон, вон. Не опаздывай, не опаздывай. Ах, грамм бы тебя побил. Опять? Ну, что натворил? Ну, погоди, что ли? Я тебя из-под земли достану. А цветы кому? Я не убежи. Ну, угадай. Мне? Угу. Ой, Максимка. Мне еще никто никогда цветом не дарил. Какие красивые. И где ты достану? Ты знаешь, я такие в райцентре видела, в оранжерее. Оттуда есть. Так до райцентра ж 25 километров. Ну, подумаешь, встал пораньше, сбегал. Пешком? Не, ну, напрямик. Вот на мостике еще свалился. Руку. Давай лучше слезем, а то свалишься и в армию тебя не возьмут. Ах, упаду. Ну, ты рад, что уезжаешь в армию? Марусь, ты знаешь, так рад. Рад, что от меня уезжаешь. Не, ну, как ты могла такое подумать? Ну, ладно, ладно, верю. А вот волосы ты там не стригни. Так нельзя, не положено, Марусь. А ты все равно не стриги некрасиво. Хотя, впрочем, стриги и смотри там. Да ты о чем? Ни о чем. Маруся, будешь меня ждать? А что тебя ждать? Стриженный, будешь некрасивее. Я серьезно, Марусь. А зачем столько значком нацепил? На петуха же похож. Да перестань, я дели, будешь ждать? И небось половину выменял. Ну, ты выдумаешь еще. Конечно, ну, откуда у тебя значок парашютиста? Ты шо, прыгал? Прыгал. Врешь? Да прыгал. Ясно, с дерева. Последний раз спрашиваю. Будешь ждать? А ты перестанешь врать? Так я ж тебе никогда не вру. Ну, а что толку от другим? Да у тебя вечный язык свербит. Ну, скажи, чего за тобой дед Мусейнался? Ну, так, ну, разминка тренируется, дед. Вот видишь, и меня врешь. Самый настоящий брехун. Я брехун? Так нечего ж ты тогда со мной встречаешься? Да так, из жалости. Кому ты еще такой нужен? Ах, не нужен. Нет, не нужен. А ты думаешь, ты мне очень нужна? Да я только свистну, так за мной девчата табунами побегут. Ну и свисти. Свистун. Ну так что? Ну так что? Подумаешь, гарбуза поднес. А кто из нас молодости не баловал? Не в гарбузах дело, а в характере, хлопчик. Открывать на характер. Было бы понятие в голове. Вот ты, 10 лет у меня в оркестр играешь, а не можешь отличить гопотат похоронного марша. Ну, Максима голова, ого-го, какая. Голова-то хорошая. Ну, что говорит, только дурню досталась. Наплачутся не там в армии с этой головой. Вместе. Спорить могу. Я ее воспитал, ее песперу заявляю. Что, из него ничего не получится? А я, как юридически говорю, получится. Максим первым в армии себя покажет. В конца. В конца, в конца, сначала. Давай спорить. Да что? На бочку пиво. На дверь. Нет. На бочку, на бочку. Давай. Только смотри, я стрябую. Все свидетели. Здорово. Здорово, Василинка. Обиделась? Кто? Маруся. Чего? Да че ты Маруся не знаешь? Зашипела, как шкварка, и все. Зараз прибежит. Прибежит. Она еще про гарбузы узнает. Тихо. Ну, откуда она узнает? Ну, вот скажем, пришлет тебе Василинка гарбуза. Ну, да, пришлет. Так ты шо? Схватишь гарбуза и будешь блять по всему селу хвастать? Да спрячешь гарбуза про Василинку и думать забы. При чем тут Василинка? Ну, поднес бы одному или двум, кого подозреваешь. Ты никого не подозревай. Тут, понимаешь, тут предусмотрительность нужна. А дед ему сию зачем? Ну, последний, чтоб не пропадал. Никола, я. О, Миколаша, здоров. Здорово. Че такой невеселый? Да так. Че ты суех? Иди умойся. Ну, действительно, закурим. Не, ну, шо тем девчакам надо? Нет, ну, ты подивись на Майкови. Гарный, як на Маленых. Ну, действительно. С твоего же лица только воду можно пить. А она ему гарбуза. Ну, че говорит. Ваш билетик. Иван, здравствуй. Здравствуй. Да ты уже вроде поприветствовала меня сегодня. А я шо-то не помню. Ну? Слушай, Иван, а где твой значок парашучиста? Да внук бабки гарпыны стянул, а Максим выменял у него на свисток. Ты не видела, Максима? Очень не нужен этот свистун. А кто тебе нужен, Марусенька? А мало ли гарных хлопцев в селе. Понятно. Я так и думал. Мы провожаем на службу в советскую армию наших лучших хлопцев. Завтра уезжает от... Открывай, открывай. Вот ты и вдоха. Ведь что она новобранцев притащила? Оговорили, за грош повеситься. Я тебя там вновь кучу. Марк, вместе. Вот это по-нашему. А как же, мы порядок знаем. Завтра уезжает от нас Степан Левада. Сюда, сюда, Степан. А говорили, артисты приедут. А все цветы хлопцам пойдут. Какие артисты? Конечно, для хлопцев. Так побольше давай, чтоб не осталось. Считать будешь, читак, доверишь? А зачем считать? Идобно. Максим перепилиться! АПЛОДИСМЕНТЫ Максим перепилиться! Да Максим уже получил. Не беспокойся. А когда же он успел? А когда ты его до Мене присылал. Я? А зачем? За цветами. Че ты забыл? По два гривени-ка за штуку. Эх, сельдец! Копи-ка, дрангроши на пиво! Замолкни! Дозволь слово! Что же? Что же это такое? А ну, покажи, покажи. Ну, передайте в праздник. Чего? Ай, дед! Подумаешь, красавица! Морозин, вот тебе оранжерей, а вот тебе арбузы. Максим! Не пускай! Решили не посылать! Чего-чего? В армию тебя решили не посылать. Меня в армию? Да. Да прав таких не имеют! Не пускай! Не пускай! Да почему же не пускай? А ты что? Ты хочешь, чтобы он всю нашу яблонилку там осрамил? Осрамил? Такие убытки ввел меня брехун. В убытки. В убытки тебе убытки. А сраму спекулянта. Замолкни. Что? Писать прошение воинскому начальнику. Таким на место в армии. На место. Замолкни. Товарищи, товарищи, позвольте. Ну, как это не пускать? Не хай едет. В армию из него человека сделает. Кто же мне, заступник, нашелся? Не достоин! Честь солдатскую запятная! Замолкни! Не имеете права. В Конституции записано. Чего ты говоришь? Иди сюда, чтобы люди тебя слышали. А мне здесь неплохо. Иди, червец! Народ тебя требует! Иди, червец! Ну, что ты хотел сказать? Товарищ Головок, вы же не имеете права нарушать Конституцию. А мы не нарушаем. Помнишь, как в Конституции сказано? Ну, помню. Служба в армии – почетная обязанность каждого советского гражданина. Вот видишь? Почетная. Правильно. А люди считают, что ты такого почета не достоин. Армия наша народная, и народ имеет полное право решать. Посылать тебя на военную службу или не посылать? Нет, товарищ Головок. Батьку. 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 Люди добрые. За что? За что ж такое наказание? Ну, я ж комсомолец. Выкинуть тебя комсомолу треба. Ну, были промашки. Глупости были. Так я… Я исправлюсь. С места это не сойти. Я… Исправлюсь. Клянусь вам, что… В армии я буду… Дурака будешь валять? Да что говорить? Товарищ Головок. Ну, вы делайте со мной, что хотите. А ты к людям. К людям обращайся. Дурного обо мне вы никогда не услышите. Ну, как, товарищи? Поверим? Прибыли. Так точно. Ну, как пополнение? Ох, и хлебнул же я, горе, точно. А что так? Ну, представляете, попался мне один герой. К станционеру. К станционному колоколу бродячую собаку привязал. Целый переполох? Да. Отвязать боятся, кусаются. А на одной остановке-то такую пляску учинил, что весь базар сбежался. А он перед ними с речи выступил. О вреде табака. Потребовал сдать всю махорку. Ну, и как? Заговорил, сдали. Точно. Степа, давай сюда. Так, а ну-ка брось письмо в ящик. Только в почтовый. Маруся? Да, понимаешь, так и хорошо вышло. Ну, давай. Ого! Ты откуда? Из Белоруссии. А чего такой длинный? Хорошо кормили. Добрый наблюдатель из тебя выйдет. Зрение крепкое? Ничего. А ну-ка прочитай, что там написано. Молодец. Далеко видишь. Ну ладно, стой, тут будешь в моей команде. А ну иди сюда. Ну чего смотришь? Ну иди сюда. Ну ты. Ой, я такой и свыдки зароданный бачил. А ну, хлопчик. Ого. Катерма. Катерма? Кушай. Ну давай будешь в моей команде. За дальним углом, товарищ начальник. Молодец. Хлопцы можно перекурить. Степа, давай трофейную махворку. Эй. А ну иди сюда. Пацан. Ну вот. Эй, ты. Чего командуешь? Пташка. Кто такой? Кто я такой? Командир, да? Ну правильно. Ты что, не веришь? Минутку не расходиться, ждать указаний. Здравия желаю, товарищи начальники. Здравствуйте. А что, долго треба служить, чтобы командировали? Смотря как служить будете. Ух, знаете как буду. Расшитите. Идите. Большой начальник. Боевой парень. Да. Только бы в нашу роту не попал. Я про него как раз и рассказывал. Думаете, не справимся? Ну, меня-то не забалует. Ну так, приказано строить. Становись. Быстренько. У кого тяжелые вещи, погрузить в машину. У кого тяжелые вещи, погрузить в машину. А вы, хлопцы, а вы не трогайте. Почему? Ну, почему? Закалку будем делать, да? Правильно. Кто знает, когда здесь кормить будут. А тут домашняя колбаска, пирожки, сало. Всю дорогу закаляться будут. О, видал? Песня. 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 Что, мальчики-то заплели? А командир ваш держится молодцом. Стоп. Привался. Никакой он не командир. Катерман. Эх, трепач ты, балаболка. Ну ты, фетиль. Стой! Стой! В чем дело? В чем дело, в чем дело. Вещички подберите. Свалились. Пехота, привет! Будете разгружать машину. Кто, я? Не рассуждать. Товарищ Ташин, а так сейчас придет моя команда... Открывать борт и действуйте. Документы на значке имеются? Документы? Ну а как? Смотрите, проверю. Ну как, привыкаете? Ну ничего, ничего, привыкните. Только надо встать, когда с вами старший разговаривает. Вот так. Ну а зараз трошки потрудимся. Нам здесь приказано. Здесь приказано. Не рассуждайте. Действуйте. Двое открывают борт. Четверо наверх. Остальным таскать вещи, складывать аккуратненько. О! О! Ставьте модальчик сюда. Так. Иди сюда. Пусть, 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 а для тебя, родная, и почта поливая, Прощай, труба зовет, солдаты, поход. Пусть залет у нас с тобою, эй, 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 солдат, гляди. Вот это да. Геройский полк. Молодцы. Ну а что же это такое, хлопцы? Ну аккуратно, аккуратно. Вот так. Орлы, можно перекурить. Махорку можно брать про запас. Старшина идет быстро в курилку. Раз. Что, начали разгружать? Сейчас придут товарищи, помогут вам. Да, спасибо. Сам управился. Да. Но я вижу, не только собак. Колоколу можете привязывать. Работяга. Точно. Как фамилия? Перепелиться. Хвалю. Перепелиться, мне третий рот. Да пойди мне за виних. Будь другом, перепелиться. Максим, а вон она ладует тебя. Что она, это брус? Члопка. Уй. Прекратите. В чем дело перепелиться? Поменять. Ну, давай сиди. Перепелиться. Выходи, стройца. Выходи, стройца. Только по военному. По военному. Ну, 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 живей, живей, хлопчик. Ёжик. Да вынь же руки из карманов. Эх. Ну, давай, 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 хлопчик. Тебе шеренги становись. Товарищ старшина, вы что... Разговорчики. Разговорчики. Товарищ старшина. Вырра. Али. Уп. Товарищ старшина. Вырш. Честность и правдивость – важнейшие черты морального облика советского воина. Морального? Морального. Записали? Ни в чем и никогда не обманывать командира и товарищей по службе. Быть самокритичным. Самокритичным. Сержант Рябов, соберите конспекты у Ёжикова, Тоскирова, Петрова и Перепилицы. Степ, спасай, дайте мой конспект. Это сегодня самый хороший конспект. Ну, чего ты? Товарищ лейтенант, разрешите забрать мой конспект? Зачем? Так, не докончил. Ничего, я посмотрю, потом закончите. Идите, одевайтесь. В чем дело? Ничего, ничего. Ой, свита белого не бачу. Идите, полежите, потом в санчасть. Ой, 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 ой. Что, что? Чего там? Хм. Да. Внимальный третий рост, рядовой Петров. Слушаю. Войдите, выйдите. Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться? Обращайтесь. Да я и не буду. Тогда ограничимся одним нарядом. Хотя можно было бы и больше. Маслинка, ты рукава крыть умеешь? А ты плясать умеешь? От Максима? Да. Умею. Хм. Удачи, хм. Ух. Максим, это уже 13-е. А мне Степан только шесть писем написал. Ну, читай скорее. Читать? А я их собираю так, для коллекции. Да ты сама пошла. Не капельки. Я ему определила наказание. 20 писем. 21-й получу, все сразу прочитаю. Ну, тогда, может быть, отвечу. Неужели так ни одного и не прочитала? Нет, у меня железный характер. А вот она, замечательно. А это, это Лалина работа. Ух, я их дам. А Галя тебе не говорила, что она пишет? Все хвастает и просит у меня прощения. Слушай, Василинка, вдруг он не выдержит и бросит писать, а? Ну, и правильно сделает. Ну, и наплевать, значит, не любит. Если любит, выдержит. Роза, поднял! Роза! Здравия желаю, товарищ лейтенант. Что случилось, Степа? Выведены из строя лейтенант Ветров, сержант Исидоркин, Ребров. Рассредоточиться по делениям! Сержанта нашего вывели из строя, а? А шо ж делать, Степа? Второе отделение, слушай мою команду! Почему твою я первым стал в строй? Не вмешивайтесь. Пускай сами разберутся. Отделение за мной! Чего ты поперед, батька, пыква везешь? А что? За мной, за мной. Тоже мне генерал выискался. Ну, командуйте. Ай! Хватит, покомандовал. И командир. Очень мне нужно вами командовать. Все равно сейчас спать пойдем. Кто принял командование отделением? Командую... Докладывайте рядовой Левада. Командование вторым отделением принял рядовой Левадом. Вы что-то хотели сказать, рядовой перепилица? А, товарищ гвардий лейтенант, курить можно? Нельзя. Правильно. Я так и думал. Слышь, а он, оказывается, думал. А как же? Слухай, Ёжиков, а ты малый не дурак. Да. И дурак немалый. Спасибо. А как это? Противник занимает оборону глубиной в пять километров за сухой балкой. Наша задача, незамеченными пройти полосу обороны и через четыре часа достигнуть высоты Блин. Ясно. Головной дозор. Таскиров и перепилица. Старший перепилица. Понятно. Ну, чего тут думал? Надо идти влево там ближе. Правильно. Нет, неправильно. Там на засаду нальвемся. Да, откуда это известно? Вот видите, следы танка. Так, может, он вправо поехал? Смотрите. Косые зубцы по краям следа указывают направление. Так, куда он поехал? Влево. Верно. Слушай, откуда он знает? Надо не отъехать. Он не пишет писем Маруси. Разговорчики, наблюдайте вперед. Пожалуйста. 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 Докладывайте, товарищ Васильевич. Слушаюсь. Полевые караулы, засады и секреты расположены здесь. Между засадами и секретами имеется зрительная и огневая связь. Трудноват придется, Вашей роте. Но, как думаете, пройдут? Все, конечно, не просочатся. Тем более, что два отделения из взвода лейтенантов Амина идут без сержантов. Но в бою прошли бы, товарищ генерал. А какая разница? В учении легче, чем в бою. Разница в противнике, товарищ генерал. Одну военную науку изучаем. Хитер старший лейтенант. Страхуете? Наука-то одна, это верно. Да учителя разные. Вот и посмотрим, кто из Вас лучше своих людей обучил. Нарвался кто-то из наших лопухи. Очень вкусно. Молодец. Стараемся, товарищ старшина. Напрасно стараетесь. Кого кормить-то будете? Майорлы все в Вашу роту завернули. Опять пересолил? Заставлю одного весь котел съесть. Слушай. О, здорово мы обошли засаду. Да, а теперь чепуха. Перебежим лощинку. И все? Точно. Замечательно. Жалко, ноги запачкаем. Всем ползти, Паповтунский. Степан, да ты что, сдурел? Там же болото, вымажемся, как черти. Тут целый день ползти надо, к сроку не поспеем. Точно, Степан. Прекратите разговоры. А вы запомните, здесь нет ни Степанов, ни Иванов. Есть рядовой солдат Перепелицев, есть командир отделения, рядовой Левадов. Всем понятно? Да, понятно. За мной! Точно, я не знаю. Дай дурню волю. Чего ты? Ёжика утонул. Эх, верно ты говорил. Кому это нужно? Перебежали бы быстро, и все. Так, а я, я ж всегда верно говорил. Тише. Становись! Ой, не могу. Привык уже на пузе легче. Нет, лично для меня, конечно. Тише. Противника накличем. Не накличем. Полоста противника позади. Нет, серьезно. Значит, и шуметь можно? Можно. Лау! Ау! Там, где пехота не пройдет, И бронепоезд не промчится, Максим на пузе проползет, И ничего с ним не случится. Ага. Стой! Снимай сапог. Да, это не занятие, а смертоубийство. Сейчас сердце треснет. Солдат до сих пор не научил Спартьяныча наматывать. Товарищ, прошу. Кто это поет? Товарищ, прошу. Товарищ, прошу. Товарищ, прошу. Товарищ, прошу. Уже ли он дошел, а? Разрешите приготовиться к раздаче пищи? Что? Готовься. Слушайте. Солдаты, пусть, пусть, пусть. Аляки городная, И срочная палевая, Прощай труба за лед. Солдаты, спокойно. Товарищ, отделение. Стой! Направо. Раняйся. Сверху. Равнение на его. Товарищ. Товарищ генерал, второе отделение первого взвода задание выполнило. Отставших нет. Закладывает рядовой левадом. Вольно. Вольно. Товарищ старший лейтенант, вы говорили, что два отделения идут без сержанта. Сержант. Как у него с политподготовкой? Стрельбой. Отлично, товарищ генерал. Тем более. Благодарю за службу, товарищ младший сержант. Никак нет, товарищ генерал. Это мой. С этой минуты вы, младший сержант. Служу Советскому Союзу. Командиры. Ну как? Тяжело? Пусть такие, товарищ генерал. Благодарю за службу. Служу Советскому Союзу. Это вы хромали? Так точно, я. В таком боевом отделении вдруг такой вояк. А если бы сейчас в бой? Возьмите ваши газеты! Закурим, Марко? Закурим. Спасибо. Все. Все. Станово в районе. Начальство справляется? Да не сказал бы. Транспорт поломался, а нового не дают. Плохо. 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 А международное положение на каком уровне? Ну, как вам сказать? К примеру, вот сообщение ТАСС. Да перестань ты тянуть, говори, принес письмо или нет. Араму заварь? Да быстрее же давай. А Макаревич будет? Да будет, ну давай. Маркуша, друг, будет, Макаревич, бежит в судьбу, будет. Улотка, не ты ждет кофанасу. Стой! Запахся, хлопцы! Улотка, пусть берет побольше грошей и бежит в судьбу. Привезли что-нибудь? Вот такой вот круглый. Да ведь такое вот такое. Ну, понял? Кончай. Ты куда? Дихо, дядь, я по насу сельпозула. Что, привезли что там? Во. Что во, сито? Да не во. Машинки швейные, а радиоприемники не привезли? Привезли, все, все привезли. КОНЕЦ 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 Молодец, Максим. Наша роса. Койки рядом стоят. Давайте репетируем все еще раз. Хорошо. Молодец, Максим. Точно. Какой Максим? Для кого же Максим? А для кого рядовой перепелица? Понятно? Тебе самому это непонятно. Служба службой, а дружба дружбой. И... Ёжик! Тоже в артисты лезет? Значит, друг, а как же? Ваш сержант Левада. Сейчас же направь человека на кухню. Картофельчистка сломала. Слушаюсь. Кого пошлем? Ну как, видели? Ёжиков, слухай, артист, а ты можешь картошку с завязанными глазами чистить? Ну, могу. Ну, на кухню кругом шагом. Танович, очередь при пилиции? Да ты ж Степан. А у вас сейчас уже не Степан. В чем дело? Почему закрыто? Где продавец? Стоп, стоп, стоп. Первая, первая. Вот это... Ну, что ты... Ну, Конрад, не пробиться нам за Могорячок. Пробьемся. Я по нас. А по нас сюда. А по нас. Сюда. Я думаю, Сергей, я впереди вас. Как я впереди? Стой, я впереди. Ах, тут... Спор нас помнишь? Какой спор? А, не знаю. Память черчила. На бочку пива. А, нет, не помню. Свидетели есть. Так неизвестно еще. Как неизвестно? Все известно. Документы прибыли. Ну, если документы, предъявить треба. Слухай, что Максим пишет. Письмо? Чего же ты, старый чорк, молчишь? Живой? Здоров? Здравия желаю, дорогие, батьку и маму. По военным обращайтесь. Но это еще ничего не значит. Шлет вам низкий поклон. Сын вас, солдат Максим. Служу я, как и раньше, в том же городе. Служба идет неплохо. А, факты, факты. Сейчас будут и факты. Служба идет неплохо. Даже наоборот. Сам генерал. Генерал. Майор пожал мне руку и поблагодарил за добрую службу. Майор. Генерал-майор. 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 Но. Вот тебе первый факт. Ты чего? Мой мастер же врать. А недавно на очень ответственных учениях. Ответственных? Я шел дозорным во главе целого подразделения. Какого не скажу военная тайна. Роту подивел. Мы первыми выполнили задачу. За что генерал. Генерал-майор. Пожал мне руку лично. И объявил благодарность. Вот тебе второй факт. По тревоге я поднимаюсь быстрее всех. А чем не факт третий? Оно, конечно. Написать все можно. Бумага терпит. А ты не спеши, не спеши. А это не всем дается. Многим приходится трудно. Трудно. Особенно на учениях. Об этом мы как-то разговаривали с генералом. Он меня спросил. Тебя? Да нет, Максима. Трудно, товарищ Перепелица. А я ему ответил. Нет, пусть иди, товарищ генерал. Ах, и брешет, Максим. Сама ты брешешь? Не, похоже на правду. А ну, по насе трясим от ноль. Скандарт Филиппич. Да ведь это же все слова. А на слова Максим щедрый. Тут треба документы посерьезнее. Дивно, что мало наврал. Он мог бы написать, что сам в генералы выбился. Верно. Не может такого быть. Прибрехивает Максим. Ах, не может. Нет, не может. Нет, не может. Нет, не может. Нет, не может. Так вот еще один документ. Глядите. О, на. Смотри-ка, а? Тири-тири-я-рай-тай-рай-ти-рам. Тири-тири-я-та-тара-там. Тири-тири-я-та-тара-там. Тири-ям-пам. Вот смотрю я на вас, хлопца, и удивляюсь. Ничего бы не научились. Нет, Вера. Живем дружно, одной семьей. А картошку чистим в разные вебы. Глубокая мысль. А ты изложи ее дежурному по кухне. Да что дежурный? Все же зависит от вашей сознательности. Не любишь ты работать, а? Кто я? Да я в деревне был первым человеком. Ну чего ты? До сих пор советую. А недавно одно им предложение подкинул. Благодарят. Ящик халвы прислали. Не знаю, что с ней делать. Тащи сюда, поможем. Да? Вот это друзья. Значит, халву есть поможем. А картошку чистить? Сколько принесешь? Ведро картошки, кило халвы. Ну а если обманешь, дежурному по кухне скажешь. Понятно. Чистить весело картошку одному на целый взвод. Ложки, миски, поварешки приготовить наперед. Ложки, миски, поварешки приготовить наперед. Было бы лучше в это время Кушать грушевый компот. Лично для меня. Ну а ты? А че ты не на кухне? Там ребята душевные ценят. Без сомнения на зарядку Хорошо поутру встать. Рассчитаться по порядку И руками помахать. Рассчитаться по порядку И руками помахать. Было бы лучше в это время В это время спать да спать Лично для меня. Уступи-ка место, дружок. Как приятно всем нарядам Блесказарми навести. Навести везде порядок Подгрести и подмести. Навести везде порядок Подгрести и подмести. Было бы лучше в это время Время с милой провести Лично для меня. А что-то она... Плоховато. Ну ладно, 200 килограмм. Где же вы были раньше? Только-только кончилось. Ваша увольнительная, да мне в ларек халвы купить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дядь, где тут можно халвы купить? Халвы тебе надо. Зачем тебе халва? Давай я тебе лучше сапоги почистю. Да заразь николы. Что такое николы? Ну, некогда, некогда. А тебе некогда, некогда, так иди на базар. Иди вот так прямо, потом повернешь направо. Потом там увидишь красивый такой дом с хорошими резными воротами. Ага, спасибо. Подожди, нет, только ты туда не ходи, а сверни еще раз направо. Понимаешь, нет? Слушай, подожди, нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ну-ка, пойдите сюда. Кто? Я? Да-да. Ваши увольнители. В каком смысле? На повеске нашего Томсовольского собрания один вопрос. Персональное тело Томсовольского перепели. Вся рота собралась. Товарищу обманывать нельзя. Товарищу помогать надо. А я тебе не помогал. Чьи ты концепты переписывал? Чьи ты начинаешь жить сомитом? Не товарищ Словольский. Входит куб и сбежал. Ч Clarke. Чьи awak газ бросил. А в бою как? Да ты на себя посмотри. Забыл, как пнял на сцене в колхозном клубе, и еле издерживал тверде, Кр distinct. Ты Menu дик тяжел, что всем докажешь какую ты ей. Ты что эта казала? Опозорил село наше, всю нашу роту опозорил. Ну, подумаешь, на пять минут ушел. Максимка, дорогой, всем селом читали мы письмо о твоих успехах в службе, я, признаться, думала, что ты по своей привычке все брешешь. Но когда увидела фотографию, поняла правду. Ой, как я рада, что тебя уважают в армии, что тебе доверяют самые ответственные задания. Ой, как я. Товарищ гвардейст-старший лейтенант, я думаю, перепелиться из-под ареста прибыль. Ну что ж, пройдемте. Садитесь. Да спасибо, я уже насиделся. Садитесь, садитесь. Курите. Спасибо. На гаупах ведь не курили. Привык уже. Привык. Вот служил у нас во время войны сержант Орлов. Кстати, его тоже Максимом звали, так тот из каждого поиска языка приводил. Вот это была хорошая привычка. Ну, берите. Попробовал бы он сейчас. Вот ты на чем дело. А знаете, Максимович, я ведь когда-то тоже так думал. И прямо скажу, не важный из меня был солдат. Не любил я на занятиях окапываться. Ну что, пули ведь не свистят. И поплатился. В первом же бою ранило. Ну, так как же дальше служить намерили? Обещаний давать не будем. Не надо. Вы приняли военную присягу. Пора на деле. Эх, гулоб дило. Брод надо разведать как следует. Пошлите самого опытного солдата. При обнаружении противника пусть пригнет какое-нибудь заметное деревцо. Рядовой перепелица. Я. Отставить. Да ну. Пошлите Ёжикова. Отставить их, рядовой перепелица. Задерживается Ёжиков. Пошлите еще одного человека. Слушаюсь. Помните, место здесь коварное. Я буду в первом отделении. Рядовой перепелица. Я. Ты как сюда влетел? Как влетел, как влетел. Думал, твердо. Твердо. Ты отличник, опытный солдат. Подожди сейчас. О, черт. Заметят, подумают сигналы. Не нужно потом. Иди, доложи. Болото можно форсировать углевой березы. Сам разведывал, сам и докладывай. На, лови. Да осторожно, спокойно. Не горячись. Ползи к отделению. А ты? Делай, что говорят. Мы и так столько времени потеряли. Меня потом. Где ты здесь хлюпала? Разговор слышался. Вон, смотри. Иди, доложи командиру, а я его покараулю. Старый знакомый. Опять сидишь? Понравилось? Ой, ой, да ну. Да спасай же. Березу прыгни. Ох, ой. Вон того клевого деревца, поча потверже. Ох, ну вот и хорошо. А теперь иди вперед. Тошел вперед. Маш. Дай обогреться. Замерзь, як тюзик. Как приятно всем нарядам Блес в казарме навести. Навести везде порядок. Ух, шляпа, а все из-за тебя. Отзаставить бы самого мне. Давай помоешь. Ага, ты намоешь. Эй, артисты! Обсыхаете? Пусть подойдет. Своё счастье перепилиться, что не я себя хранять остался. Меня б не утащил. Думаете, здесь отмыться? Вряд ли. Вас надо в котле замачивать. И тринять пяти. Давай, давай, давай. Да давай, давай. На себя, на себя так. Ухватил? Да, старушу. Ушел. Ага, на себя, на себя. Что это вы здесь делаете? Раков ловим. А, пошел врать. Никаких здесь раков нет. Слухай, Вася, покажи, я почему дурню. Сколько мы наловили. Что это там происходит? Максим, припнись там. Эх, твое счастье, что командир отделения подошел. А там мне показали, раки зимуют. Что здесь происходит? Воспитываем, товарищ капитан. Воды боится. Это интересный метод. Может, о нем в газету написать? О нем. Да нет, не стоит. Разрешите? Пожалуйста. А похож как, а? Ну, дай почитать. Да что читать? Ты на портрет поглядил. О, гварди-орел. Степа, ад бы твоя Василинка увидела. Да ну тебе. Что ну тебе? Пошлем, пусть знают наших. Неудобно. О, ему неудобно. Вася, собери все газеты в роте. Зачем? Диктуйте адрес, я сам пошлю. Пожалуйста. Это корреспондент. Тебе пришел, поговорить хочет. Да? Ну так, перепелиться, Максим Кондратич. Родился в селе Облонивки в семье Кузнеца. Какие будут вопросики? Дядьку Кондрат! Дядьку Кондрат! Апанаси! Ну чего? Ах ты, апанаси, гляди! Что-то случилось? Дядьку Кондрат! Кондрат, тебе кричат. Что такое? Кричат. И беда ли какая, упаси, Господи. Дядьку Кондрат! Дядьку Кондрат, вам из армии его пришло. Что? Пакет. Пакет? Они сократные. Где он? Поломал. Чуть сам не убил. Давай, давай, не тяни, давай. Все ребра преломали. Такая была машина, а? Такая машина. Только выдали. Да подчиню твой мотоцикл. Давай пакет. Подчините? Подчиню. Бери. Где голова колхоза? Зачем тебе нужен голуба пакет давать? Да не вам адресован я ему. Так чего ж ты людей баламучишь дубинами? Так вы посмотрите на обратный адрес. Ну, давай, давай, давай. О! Из той части, где ваш Максим служит. Правильно. Наверное, от Максима Кондратевича сообщение пришло. О, при чем тут Максим? Пакет казенный. Зачем ты его на ток притащил? Тебе что? И вообще, товарищи, нечего цирк устраивать в рабочее время. Давайте работать. А ты что за укащик? О! Из армии, говори. Из армии. Ну что ж, давай почитаем. Газета! Правильно, газета. На страже Родины. О, как! О, по-треть! Я же говорил, вот дела какие. Пошел Максиму гору в газетах печатать. Чув, какой Максим? Посмотри-ка лучше. Портрет Степана Левада. А где ж Максима? Какой парень? Ванкир уже, а Максим? Не узнать нельзя. Вот тебе ити ходят. Василинка, че он, Красненец? Следи, хорош. Дядька Кондрат, не шукайте. Нема тут ни Максима, ни про Максима. Зато он сам про себя здорово пишет. Лучше газеты. Как же дыма! Он тоже отличился. Да еще как! Вот, слушайте. Равняться по рядовому перепелиция. Где, где? Во! Вот тут! Нельзя только равняться по рядовому перепелиции. Он по-прежнему продолжает нарушать дисциплину и плохо относится к занятиям. А недавно за серьезный проступок командир строго наказал меня. Ой, дядь, вот так! А в письме чего писал? Так бреха ты, так бреха ты! А фотография! Верно, фотографию, все видите? А что фотография? Может быть, он так и разбушевался, что генерала вызвали утихомирить его? Ну, больше болтать! Работать надо! Я, давай, давай, работай! Кондрат, что ты разобраться нужна? Пив мы выпили. Выпили? Довольно, становись по местам! Работать надо, вот! КОНЕЦ Ну, как ешь? Живешь? Курить хочется. Эх ты, культурный человек! Токарь пятого разряда! А не знаю, что Нехотин отражается ж на нервах! На чем? На нервах! Вот был у нас в селе один случай. Восельху да теплый. Степа, помнишь? Помню. Считавод. Бросил курить и умер. Не, постой. Только он, кажется, сначала умер, а потом бросил курить. А еще один случай был. Считается? Бросил курить и умер, а потом бросил курить. Бросил курить и умер, а потом бросил курить. Слухай, Васил, отчего нам значков нанесли? Бросил! Аксим, наш сержант на дерево сел. Почему не снял? Велел вперед идти. Отделение! Слушай мою команду! За мной! В чем дело? Танк выведен из строя. А как же воевать? Соображайте. Трактористы, пушка вниз. Отделение за мной. Самусь прикрой огнем. Власть отдавай. А мудействуй, как я. Вася, дуй наверх. Со мной сдавай. Раз. Пулемету бамбразурит Зота-3. Огонь. Отделению окопаться. Ёжиков остается за меня. Что он с ума сошел? С тыла решил зайти. Как бы ни подобрались. А ну, наверх с карабином. Поздно. Шабаш, хлоп. Гранаты есть? У меня тоже. Ни одной. КОНЕЦ В чем дело? Ну, шо, Вась, закурим? Ты ж говорил, для здоровья вредно. Так тоже в воздухе. А на земле можно. Ха-ха-ха. 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 КОНЕЦ 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 А это еще на гарбуза намекает. Неужели Маруся приготовила мне гарбуза? Шоу, на побывку! На побывку, дидо, здравствуйте. Здравствуй. О, это шо, командирский? Сержантский. Ох, скажи ты, сержантский. А мы тут твое письмо читали. О, добрый ты умеешь письма сочинять. А потом хожетка пришла. И никак мы в толк не возьмем. Как твоя служба там служится? Да ничего, служится. А вы, я вижу, весь двор обновляете. Да, приходится. А ты глянь на свою хату. Железом покрыта. Да ну. Вот тебе и ну. А вот, Иван Твердохле, вот какие палаты вымахал. Ну, правда, женится хлопец. Треба, чтоб было куда молодую жинку привезти. О, постой, постой. Скажи, вот такие фугоны, как у тебя на плечах, продаются где-нибудь? Ну, а как же? А, значит, продаются. Ну, конечно, продаются. А что, по документу чей, свободно? Свободно. Можете и вы себе купить, хоть генеральские. А у тебя что, на генеральские гроши не хватило, а? Да мне эти лучше идут. Да, идут, идут. Ну, а скажи, командир, Какие команды подаются при салютационной стрельбе? А, не знаю. А я вот не командира знаю. При салютационной стрельбе подается команда. Стрельба шаренгой! Держ шаренгой! День добрый! Фу, уже приготовили! Уже? А я-то спешил скорее сообщить, что Максим со станции идет. Командир. Письменного уведомления не имею, но слышал от Евдокии. Добрый день! Добрый день! Стоит, стоит, по такому случаю, чарочку приголубит. Присаживайся, Маркуша! Спасибо. Присаживайся. Как кто там еще? Да дядька Фанас топчется. А Фанас! Входи, не стесняйся. Чего ты? Прослышал я, Кондрат, что гостя дорогого ждешь. Да. Ты уж не говори ему, что я с тебя гроши стрельбовал за бочку пива. Вот я принес. А, принес? Другой раз спорить не будешь. А говорил с конца, с краю. Командир, брат. У вас человек настаивает, значит, закажем бочку пива. Как ты сидел? Идет! Идет, иди. Давай встречай. Идет. Та и, 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 та и. Здравствуйте. Сынка моя, что с тобой? Ой, Горенька, вы... Стой, стара! Что это такое? Выгнали! Тебя выгнали из армии! Завали, выгнали! А, да не, шо вы... А, значит, сам избежал! Ой, ой, Люденьки, ой, несчастный... Замолчи! Диду, диду! Спасайте Марсимову, я где он, Андра? Что это такое? Успокойся, Андрадыч, успокойся, Андрадыч! Молчать! Смирно! Что такое? Слухай, это диду. Да хоть вы ему объясните. Ну, увидел меня вот это... Андрадыч, ты в армии кем был? Солдатом? А сын твой за год сержантом стал? Я лично документы проверил. И не только сержантом. Но и хлопцем геройским! С того свету меня достал! Вот смерти спас! Да. А на одежду я... Ты не обращай внимания. Мундир бабка-параська Высушит, выголодит и принесет. Спасибо тебе за сына такуха! Сынок! А? Кому эта шаль? Тоже, маме. Та стара она уже для такой шали. Сховай, пригодится. Максим. Ты с чем вареники любишь? Сыром? Или же... Давай. Давай. Дай, Боже, чтобы все было лучше. Максим, ты пошел прогулялся. Погода-то какая хорошая. Сегодня же воскресенье. Погода, говорю, хорошая. Прогулялся. Да-да. Говорил с ней? А что говорить, дело ясное. Да бросьте. Болтавня все это. Слушай, ну я тоже не маленький. Максим, ты же солдат. Выясни все дело до конца. Потом решение принимай. Сходи к ней, поговори. Не пойду. Пойдешь. Стекла. О, Галинка! А где Маруся? Дома, с мамой ругайся. Живо лети домой и скажи Марусе, чтобы никуда не уходила. Максим к ней придет. Правда, придешь? Правда, правда. Свататься придет. Ой, как интересно. Ну? Видишь, как тебя встречают? А ты уперся, не пойду, не пойду. Ну, ну, желаю удачи. Смелее, солдат. Ишь, пишет как. За Сливьянкой побежала. А тебя тоже дернула нелегкость. Свататься придет, свататься придет. Гарбузом опозорить хочет. Опозорить. 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 О, чего? Арбуза, арбуза захвати. Нет, не сгудить. Нет, не сгудить. По-моему, я человеку слово дала. Я пообещала. Я людям сказала, а ты негодная. Не с вами выходить из-за него. Не лежат мне. Уходи, Максим. Кому ты поверил? Как ты мог подумать обо мне такое? Да я из-за Ивана целое лето на улицу не выходила, а ты... Ну, почему не приходила? Маруся, ну ты... Ну ругай, ругай меня, Маруся. Вот побей дурака, даже не обижусь. Ты знаешь, когда увидел, что ты горбуза в хату понесла, думал для меня. Тебе горбуза, Максим. Да я для тебя вышитыми ручниками дорожку в хату выстилю. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok